Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Нашел статью в ДСЗ. Армянину угрожают расправой за позитивный комментарий с подачи провокатора Рама Габрилянова. Вот этот симпатичный Армянин сделал комментарий, и сейчас на него тут наехали. Сейчас я вам зачитаю. Вчера Михребан Алиева на своей официальной странице в Инстаграм опубликовала кадры из поездки с президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории. Эти снимки продемонстрировали миллионам людей не только ужасные последствия армянской оккупации, но и начало Большого Возрождения в освобожденном Карабахе. И там еще армянский пользователь по имени Аванес Азаян оставил позитивный комментарий под публикацией Михребан Алиевой в Фейсбук. И вот, сейчас я вам почитаю, вот комментарий. Он написал, «Наконец-то я вижу мир на лице господина Алиева. Мир всему миру, пусть больше не будет войн». Ну, это вот написал армянский актер Аванес Азаян. И после этого на него тут начались нападки. Ну, один умный написал парень, «Чувак смотрит вперед». Один пишет, «Его так затравили в Армении после этого комментария, объявив чуть ли не турецким шпионом». Ну и вот, в общем, да, одни тут говорят, что он молодец, а другие его затравили. Ну, вот этот пост Михребана Алиевой. Сейчас я вам зачитаю. Ну, вот теперь вот Арам Габрелянов, увидев этот пост, начал тут, так сказать, травлю против настроенного на мир армянина. Ему начали угрожать расправой. И даже выставили на публичное обозрение его личный номер. Обозвали пашистом, который следует примерам своего хозяина Никола и его команды. Более того, человека начали обзывать наркоманом еще, еще всякими словами. И типа он это дружит чуть не с сыном пашиняна и употребляет это. Сам Габрелянов тоже подбросил масло в огонь. Он в своем телеграм-канале открыто призвал звонить и писать несчастному, опубликовав личный мобильный телефон этого человека. В дальнейшей судьбе Азаяна пока ничего не известно. Травля, которую устроили своему соотечественнику армяне, еще на яркой иллюстрации того, с каким злом боролся Азербайджан почти 30 лет. Ну вот этот парень симпатичный, молодой, после того, как этого поста за мир и дружбу между народами, в общем, так пострадал, что уже в следующий раз, думаю, надо будет много раз подумать, чтобы, как сказать, ему такие сейчас проблемы Арам Габрелянов устроил, не дай бог. Ну, в общем, вчера я сделал ролик, что Ильхам Алиев заявил, что государство в Арцах пошло к черту, и после этого армянин написал тут, что он руководитель Чийского центра, бывший советник Тигран Абрамян не смог держать злобы, обратившись на пресс-конференции к заявлению президента Азербайджана Ильха Малиева о том, что Карабахский конфликт остался в прошлом. Он написал, что конфликт не урегулирован в том плане, что вопрос статуса, так называемого Арцаха, не только не решен, но и не обсуждается. Сегодня на очередной повестке. Странные посредники Азербайджана и Турция постоянно подчеркивают, что вопрос статуса больше не существует. Считают, что через какое-то время находящиеся сейчас под армянским контролем участки Нагорного Карабаха полностью перейдут к Азербайджану. Ну, вот тут еще пишет корреспондент, что отметим, что переход отдельных участков под контроль Азербайджана логичен, закономерен и полностью соответствует международному праву. Это территория Азербайджанской республики. Поэтому гнев бывшего советника, главы армянской общины Нагорного Карабаха смешон и неуместен. Ну, так что вот, Карабах полностью перейдет к Азербайджану. И уже, я думаю, скоро сами армяне должны давно это были понять, что это так и будет. Ну, и сейчас Шойгу заявил, что Нагорный Карабах – это очень непростая операция. Уговаривать пришлось всех. Нагорный Карабах – это такая очень непростая операция. Именно так я и хотел бы ее назвать, и никак иначе. Поэтому в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь, согласитесь, когда враждуют между собой два братских народа, два близких наших соседа, с кем мы раньше жили, еще раз повторяясь, и дальше будем жить в мире согласия и дружбы. В общем, по его словам, что Путин созванивался с президентом Турции и прилагал очень титанические усилия, чтобы все это урегулировать. Причем успокаивать, уговаривать пришлось всех. То есть не было кого-то, кто бы сказал, я согласен, только вот их убедите. Нет, пришлось уговаривать всех, безусловно. В общем, он на своем уровне, Министерство обороны, в общем, он говорил с турецкими коллегами. В общем, и после этих переговоров война закончилась. В общем, все решилось по словам самого Шойгу, все решилось по телефонным звонкам. В общем, войны начались по телефонным звонкам. Война закончилась по телефонным звонкам. 44 дня прошло. Сам Шойгу вот так говорит. Он уговаривал всех. Понимаете, сейчас такие гибридные войны, что уговаривать пришлось всех. Так что, выходит, по его словам, Путин и он уговаривал турецкого президента. Турецкий президент уговаривал Ильхама Алиева. Потом они все вместе уговаривали Никола Пашиняна. Я вот лично не понимаю этих современных войн. Я, может, дурак или тупой. Не знаю, но я видел эту войну, я тоже ничего не понял. Сейчас многие пытаются разобраться вообще, что это была за война, как это все происходило. Ну вот, сам Шойгу так заявил. На Горных Карабах это очень непростая операция. Так, ну ладно, поехали дальше. Подача газа в Армению пристановлена с повреждением газопровода. В связи с повреждением магистрального газопровода Северная Каза, Кавказе, вследствие камнепада в районе Казбека сегодня было временно прекращено газоснабжение Армении. Там проводятся восстановительные работы. О сроках возобновления подачи газа не сообщается. И теперь вот тут продолжение. Вот. Поставки российского газа в Армении будут временно вестись через Аджербайджан. В связи с ремонтом газопровода Северной Каза, Кавказе. Так. В общем, и сейчас работы могут заняться около трех недель. После их завершения газ будет трансплантироваться по прежнему маршруту. В общем, где-то около месяца будет вестись ремонтные работы. И сейчас у Азербайджана, так сказать, есть шанс. Помните, как в том фильме «Бриллианты у рука»? Ну, распространите лотерейные билеты среди жильцов нашего ЖЭКа, как сказать. А что, если они не будут покупать? Что? Мы отключим им газ. Ну, вот теперь, как Ильхам Алиев может заявить. Вы нам сделаете транспортный коридор на Хичевань. А если вы откажетесь, мы отключим вам газ. В общем, еще есть месяц. Я думаю, может, ради этого тут и все это организовано. В общем, не знаю, это, конечно, юмор, извиняюсь, прикол. Но, понимаете, сейчас армянам можно поставить будет ультиматум. Там Алиев скажет, ну-ка, подписывайте нам все эти документы по разблокированию на Хичеванском коридоре. Иначе мы вам отключим газ. Останетесь Армении без газа. Ну, ладно, все эти, конечно, шутки. Сами понимаете. Ну, все, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.